У нас сегодня на рассмотрении уникальный объект, которых не то что в строю. В качестве музейных объектов остались единицы. Мы разберем его до каждого сварного шва, до каждого болтика и до каждой гайки. Средний танк Т-34 был лучшим во Второй мировой войне среди воевавших. За время войны было произведено свыше 40 тысяч единиц этой бронетехники разных моделях. На разных заводах производилось до 20 разных типов башен. Одна из них раньше стояла на бронекатере Б-304, а сейчас установлена в качестве части мемориального комплекса во Владивостоке. Скорее всего это один из 26 артиллерийских бронекатеров проекта 1124 поздней постройки или модернизации. 1 октября 1942 года началось серийное производство штампованных башен. В ходе производства конструкция башни по крайней мере дважды менялась. Первое изменение произошло в декабре. Суть изменения неизвестна, но благодаря ему стоимость штампа была уменьшена, а его долговечность увеличена. Второе изменение было произведено весной 43-го года, когда завод начал вести проектные работы над танком У-37. Для этого башня была немного увеличена в объеме, чтобы можно было использовать круг обслуживания большего диаметра. А несколько позднее башни начали оборудовать приварными наблюдательными башенками. Выпуск штампованных башен на УЗТМ продолжался до 1 марта 44-го года, когда, согласно заводскому отчету, их было отгружено 2050 штук. По отчету наркомата 2062 штуки. Интересный факт. У немцев такие башни получили прозвище «Микки Маус» за характерный силуэт лючков в их поднятом состоянии. Слева от меня бронзовая табличка. На ней указан номер бронекатера и марка пушки. К сожалению, нет более подробной информации ни номера проекта катера, ни, к еще большему сожалению, самого катера. Первое, на что стоит обратить внимание, это на окраску башни. Это так называемая шаровая окраска, которая применялась в годы Второй мировой, да и сейчас тоже применяется очень часто, на военных кораблях. С этого ракурса видно погон башни, а также просматривается наглядно толщина брони. По характерной маске орудия можно сказать, что установленная пушка – это 76-мм пушка F-34. Это отверстие предназначено для прицела наводчика. Ага. А это отверстие предназначено для спаренного с пушкой пулемета. Эта деталь – это внешняя часть перископа командира. Крючки для подъема башни с помощью крана. Эта деталь – не что иное, как вентиляционное отверстие, прикрытое бронированным колпаком. Люк наводчика и командира. Эти детали – петли люка и его ограничители. Этот ограничитель не давал люку сильно подняться, а этот – захлопнуться. Отверстие для стрельбы из личного оружия. Для нее должна быть бронезаглушка, но ее, увы, не сохранилось. А здесь, над отверстием для стрельбы, заваренный смотровой прибор. Это ручка для более удобного подъема в башню. Про ручку сказать побольше. Чуть. Это ручка. За нее держатся. Еще раз. Это ручка. За нее обычно держатся. Не знаю, что сказать. За нее обычно держатся солдаты, которые лезут на эту броню. Такие ручки часто ставили на башни танков. За них обычно держали пехотинцы. Да и... Да и была возможность навесить на них дополнительную маскировку. Ветки, например. Продолжение следует... Продолжение следует...